Бассейн на улице Октябрьской построен, но пока не введен в эксплуатацию. Причиной являлась ошибка в проектно-сметной документации. При этом проект был утвержден государственной экспертизой. Как стало известно вечернему Магадану, спортивный объект не запущен из-за отсутствия системы дымоудаления в случае срабатывания пожарной сигнализации. Это стало известно где-то в ноябре месяце. Мы дорабатывали проектно-сметную документацию. Сейчас она уже закончена. Поступили с завода-изготовителя с Новосибирска последние датчики и клапана сработки. И должны на этой неделе закончить весь монтаж и перейдем уже к документальному оформлению и сдаче объекта в эксплуатацию. Техническое решение, примененное на данном объекте, реализовано впервые. Традиционная система включала в себя подсистему оповещения и пути эвакуации, по которым люди покидали помещение, выходя на улицу. Но для бассейна, где люди находятся в воде и лишь в купальниках и плавках, такая модель не подходит, особенно в зимних условиях. Новая система будет работать следующим образом. Внутри бассейна определены помещения для эвакуации людей, и в случае возникновения пожара в этих помещениях включается система обратной подачи подогретого воздуха, который выдавливает возможный дым. Таким образом, эвакуировавшись, люди будут находиться в теплом, обездымленном помещении. Более 8 тысяч человек взрослого населения Колымы прошли диспансеризацию. Около 6 тысяч горожан и 2 тысяч жителей Магаданской области прошли обследование. По словам специалистов, на 2021 год профилактический медицинский осмотр должны пройти более 36 тысяч магаданцев. Спансеризация усилена скрининговыми мероприятиями в рамках выявления онкозаболеваний еще, и поэтому там более развернутый объем обследований. По итогам первого квартала 2021 года при проведении анализа опять-таки лидирующую роль занимают по выявленным заболеваниям и факторам риска. У нас занимают, соответственно, болезни системы кровообращения, то есть артериальная гипертензия, о которой некоторые пациенты узнают, в принципе, только пройдя диспансеризацию. Также у нас выявляются в основном эндокринные патологии, это второе место, сахарные диабеты, гипергликемии, которых очень много, о которых тоже пациенты узнают, в принципе, пройдя диспансеризацию. Значит, третье место у нас занимают болезни пищеварения и четвертое – болезни органов дыхания. Специалисты отмечают, что по факторам риска развития заболевания первое место занимает нерациональное питание пациентов, повышенная масса тела и факторы, которые способствуют развитию болезней системы кровообращения. Пациент при обращении на диспансеризацию с собой берет паспорт, полис и страховой, и СНИЛС. Эти три документа ему нужны для прохождения диспансеризации. Обращение – 85-й кабинет у нас, Поленина 9, там у нас сидят медсестры, которые занимают оформление. По его возрасту, по которому он подходит, в текущем году назначаются те или иные обследования, согласно возрасту, по приказу 124Н. Пациенту выдаются на руки на бланки, направление на анализы, кардиограмма, если это нужно. Пациент сдает, ему дается бегунок, так называемый, в котором указаны непосредственно кабинеты, режим работы кабинетов, как проходить. При прохождении всех этих исследований пациент обращается, также у нас возвращается в 85-й кабинет, где уже медсестры проверяют наличие всех исследований, которые он прошел, и направляются к терапевту. Обследоваться пациент может за два посещения. Первый этап – прохождение исследования. Второй – беседа пациента с врачом, получение рекомендаций. Увеличить срок прохождения диспансеризации может только подготовка анализов у врачей-гинекологов и цитологического исследования. Снимок маммографии также готовится несколько дней, что увеличивает срок прохождения медицинского обследования. В Магадане служба «Галуда» ведет работы по монтажу остановочного павильона «Технологический колледж» на улице Пролетарской. На бетонное основание специалисты уже установили каркас и приступили к закреплению павильона. За стеклят оборудуют лавкой и урной остановку в течение рабочей смены. В прошлом году в Магадан привезли 10 автобусных павильонов. Из них осталось установить еще 4. Хочу сказать, что нам удалось за эти годы сберечь эти стеклянные красивые автобусные остановки. Но там, где портят, мы быстро все вытираем. Видите, везде все проклеено, штрафы предусмотрены. Сейчас, кстати говоря, у нас тут появилась новая реклама, какие-то опять новые шубы проклеивают по городу Магадану. Уже составили все необходимые документации. Человек еще и представитель другого государства, поэтому после того, как он получит административное наказание, он будет депортирован с территории Российской Федерации и с территории города Магадан. Поэтому ничего расклеивать в городе нельзя. Ранее специалисты Комитета по работе с хозяйствующими субъектами муниципалитета провели рейд по обследованию остановочных пунктов городской и пригородной маршрутной сети Магадана. По итогам составлен перечень остановок, на которых необходима установка или замена павильона. С 2021 по 2025 год их планируется приобрести и установить 18 единиц. Новые павильоны приобретены за счет средств городского бюджета в рамках реализации целевой программы совершенствования транспортного обслуживания населения. Следственными органами Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя поселка Ола. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. В результате преступления по неосторожности потерпевший скончался. По версии следствия, в вечернее время 14 апреля 2020 года обвиняемый находился по месту жительства своего знакомого в одной из квартир жилого дома на улице Октябрьский в поселке Ола. Во время возникшего между мужчинами конфликта зломущенник, используя в качестве оружия плоский колечережущий предмет, нанес один удар потерпевшему в бедро, причинив телесное повреждение в виде колото-резаной раны с полным пересечением бедриной вены. От полученной раны 44-летний мужчина скончался. К данному моменту следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для решения опроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. Следствие собрало полную доказательственную базу в отношении злоумышленника. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинения преступника и передачи в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Управление Пенсионного фонда России по Магаданской области разъяснило колымчанам, какие доходы и за какой период учитываются при определении права на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума, 43 534 рубля в Магаданской области, то семья имеет право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Отсчет указан в 12-месячного периода. Начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении такой выплаты. При расчете учитываются доходы семьи, родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети. Мэрия Магадана приглашает профессиональных художников на конкурс эскизов. Он пройдет в рамках реализации проекта «Мы – Дальний Восток» совместно с администрацией Владивостока. Это программа по созданию масштабных художественных панно в этом городе вдоль гостевого маршрута из аэропорта через исторический центр на остров Русский. Авторами панно станут художники из разных регионов Дальневосточного федерального округа. Средний размер художественных панно составит около 300 квадратных метров каждое. Их создадут с помощью влагостойкой фасадной акриловой краски и разместят на видовых подпорных стенах. Автор выбранного эскиза победителя в Магадане отправится во Владивосток и обратно с оплатой проезда. Там художник осуществит авторское воплощение эскиза. Работы принимаются в период с 11 по 24 мая этого года. Телефон для справок 64 45 81 и 62 22 05. Хотите жить в комфортном городе? Считаете, что жители сами должны решать, какие объекты нужно строить? Тогда эта новость для вас! Заходите на сайт za.gorodsreda.ru и выбирайте проекты благоустройства в своем городе. Сроки голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Успеете лично повлиять на облик родных улиц, пока этого не сделал ваш сосед.